Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. И сегодня у нас вот такая вот дождливая погода, но нас все равно это не останавливает. Мы сегодня посетим красивейшую полянку с дикими орхидеями. Кто не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. А мы с вами идем дальше. Я покажу вам сегодня очень много красивых, ярких, цветущих орхидей. Очень сложно снимать под дождем. Камера все время запотевает, все время она мокрая. Поэтому сегодняшний сюжет будет немножко укорочен. Покажу только самые красивые виды. Оставайтесь, досмотрите до конца. Будет один интересный сюрприз. Пока что, вот видите, такие вот полянки цветущие. И наши ребята догоняют нас. Без паники. Все живы и здоровы. Все под контролем. Мы увидели вот такие вот циферки. И отсюда проводят учения швейцарцы призывного возраста. Значит, они обязаны раз в год организовать для себя самостоятельно вот такую вот практику стрельбище. И если ты вдруг забыл, либо пропустил, тебе приходит штраф 250 франков. Или, если ты даже и это пропустил, тогда тебе придет приглашение в суд, как однажды пришло к Беату моему. Так что возьмите на заметку товарищей, которые призывного возраста. Наш тур сегодня проходит в кантоне Шафхаусен, самой северной части Швейцарии, на границе с Германией. Обожаю ходить сквозь маленькие деревушки, маленькие городочки и наблюдать нашу швейцарскую жизнь. Как они красиво оформляют свои садики, аккуратные домики и, конечно же, облагороженные сады. Какие домики хорошенькие, да? Ой, эхо. Эхо. Смотри, вот такие речки на гараже и такие же речки на балконах. Вроде мелочь, да? Но оно уже создает такое, как единую красоту. И так аккуратненький, да, как игрушечный. Швейцарский. Да. А вот эти вот елочки, посади, каждая поскольку. Мне вообще очень нравится. Уже заколосился ячмень, и на нем красивыми бусами свисают капельки дождя. Не зря мы ходим с нашим клубом в любую погоду, потому что красота, она кругом, и ей можно наслаждаться и в дождь, и в снег, и в жару. Прогноз погоды нас подвел. Обещали дождь аж в пять часов вечера, и мы не взяли с собой нужную одежду. И дождь застал нас на середине пути. Промокли до нитки. Слава богу, еще в машинах пособирали у кого что есть зонтики, куртки и целлофановые пакеты. Отлично пригождаются в таких ситуациях. А это дикий шалфей. В отличие от садового шалфея, использовать можно только цветочки в качестве декорации к салатам, а также очень красиво смотрится в засушенном виде для чая. С этой стороны у нас Швейцария, а с этой стороны у нас Германия. И вот мы сейчас нагло переходим границу. Без паспортов. Да, короче, шли, шли, шли. И дошли мы теперь до Великобритании. Границы. Так, Беат, где там Ирландия теперь? Скоро? Ага, один ходок до хинтен, а бэдзиам нах нички мэйт. Каждый свой тур мы заранее обходим. И посмотрите разницу пейзажа сегодня и две недели назад, когда мы были там одни с Беатом. Совершенно другая картинка. Как мы говорим, плохой погоды не бывает, бывает неправильная одежда. Итак, мы пришли в заповедную зону, в которой растут дикие орхидеи. Сегодня мы насчитали 8 разных видов, которые уже зацвели. Ну и, естественно, есть еще те, которые еще не раскрылись. Как видите, дорожки огорожены сеткой и веревкой, для того, чтобы люди не заходили внутрь и не выкапывали эти растения. Потому что они в домашних условиях все равно не растут. Им нужна определенная почва, а также специальный грибок, который подпитывает эти растения. Перед вами знаменитая орхидея женская туфелька. Красивое сочетание желтого и фиолетового цвета. И с разного ракурса мы видим по-другому эту туфельку. Орхис милитарис. Заметили человечка в чепчике? Похоже, это мальчики. Привлекает своим внешним видом пчелок. Нестворц. В этой удивительной орхидее отсутствует хлороформа, поэтому зеленого цвета у нее нет. А между орхидеями растут красивейшие ландыши. Море ландыши. Долго искали место для нашего пикника, где бы перекусить. И по чудам, да можно. Нам даже открыли домик. Вау! Филин Данк! Тут можно проводить разные, кстати, партии, гриль-партии, шашлыки. Обычно снимают такие домики. Живая, думаете, мне кажется, нет. А, по-моему, на нее тоже кто-то наступил. Да, на нее наступил кто-то, да. Потому что вон что-то она раздавленная. Да, она не живая. Я не знаю. Она была слегка уже, так сказать, чем-то тронута. Ну да, он сказал же, что она уже отсвела почти что. Закончился как раз дождик. И все заиграло яркими красками. Ну, прям ты такая чернушка. Ложись, мы тебя не будем трогать. Ложись. Встретили ангус коровок, из которых, получается, отличные стояки. Нет, все это как отелло. Какой красивый сруб такой. Современный. Первый этаж каменный, а второй этаж деревянный. Там даже медведи вырезаны. Красивенький такой городочек, поселочек. Все ухоженное, какие крошечные домики. Посмотрите на этот заборчик цвета. Такая колумба интересная. Из старой печки сделана. Дождик закончился. И мы как раз закончили свой тур. Значит, это регион Шофхаузену на границе Швейцарии и Германии. Учитывая близость к Германии, чувствуется эта нотка в архитектуре домиков. Видно, что домиком лет 100-200 точно есть, особенно вот этот справа. Здесь был раньше постоялый двор, где меняли лошадей на длительных переездах. До сих пор все стоит, в отличном состоянии сохранилось. Вот такие вот кучеряшки получаются, когда намочился под дождем. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Спасибо, что смотрите меня, что лайкаете. А мы увидимся с вами завтра. Отличного всем дня! Субтитры сделал DimaTorzok